Привет, с вами Сойер, канал для тех, кто хочет разбираться в программировании лучше. Сегодня поговорим про то, откуда берутся баги и как с этим бороться. Почему я решил снять это видео? Зачем оно вообще нужно? Вся проблема в том, что среди разработчиков все больше разработчиков, которые программируют, основываясь на интуиции. Что имеется в виду? Как правило, это разработчики, которые самостоятельно осваивали программирование, либо через курсы. И интуиция работает, как и любая другая интуиция, на основе прошлого опыта. То есть программистам на курсах дают много-много-много задачек, они делают много-много-много каких-то конкретных решений, смотрят, как они работают, и у них складывается какое-то интуитивное внутреннее понимание того, как работает язык программирования и как работает алгоритм и так далее. Это интуитивное понимание, естественно, распространяется на новые задачи, и вместе с небезызвестным Stack Overflow программист берет, ищет готовый код максимально решающего задачу, каким-то образом его корректирует, и далее он попадает в продакшн тестировщиком. Если все окей, он попадает в прот и начинает работать. Если нет, его возвращают на доработку. И, в общем-то, это подход, основанный на интуиции. То есть программист имеет какое-то внутреннее представление о том, как работает его программа, как работает язык программирования, и как работает компьютер, и это представление может не совпадать с реальным положением дел. И вот в тот момент, когда идет несовпадение, коллизия с реальным положением дел, и то, как человек себе все представляет, возникает ошибка в программе. Выход — это различные формальные методы. В первую очередь научиться формально описывать свои мысли, анализировать код не только в виде текста, исходника кода, но и в виде формальной модели, математической модели, которую можно по этому коду построить. И вот это видео как раз покажет, как мы делаем баги, основываясь на интуиции, как мы их исправляем, основываясь на интуиции, и покажет, какой формальный подход, такой условно формальный, потому что настоящие формальные методы — это очень сложные вещи, и в одном видео коротком их не расскажешь. Но вот первый шаг к тому, чтобы понять, что же такое формальное отношение к исходному коду, в этом видео я покажу. А дальше вы уже можете, делая последующие шаги, углубляя эту тему, дойти и до денутрационной семантики, до понимания того, что такое семантика, ксиматическая семантика, формальные методы. Очень много всего в этом направлении сделано, и корректность программного обеспечения можно достигнуть методами, которые позволяют вполне себе математически корректно писать вашу программу. Таким образом, основная причина багов — это несовпадение в представлении программиста и реального мира, да, то есть вот на этом стыке возникают основные проблемы. Поэтому давайте посмотрим конкретный пример. Я взял из XC, просто потому что мне было проще всего найти пример именно на этой музыке, и вот давайте посмотрим, что возникает, и как это обычно в реальной жизни устраняют программисты. То есть берем какую-то совершенно простую программу. Основное в этой программе то, что программист решил использовать беззнаковое целое число для того, чтобы увеличить диапазон положительных чисел, которые может принимать переменная i. Соответственно, он присваивает какое-то значение, константу. Понятно, что в нормальной программе эта константа должна быть какой-то именованной константой, но для демонстрации нам этого не надо, поэтому я это убрал. Дальше он сравнивает, что у нас есть условия выхода из цикла, и вот вниз увеличивает значение переменной до нуля. И, соответственно, основная проверка при подходе через интуицию – это просто запустить и посмотреть, что программа работает. То есть мы что-то интуитивно для себя сделали какие-то выводы, написали программу, никакой математической модели, никакой формальной попытки осмыслить не сделали, просто вот запустили – работает. Дальше основная проблема с данным подходом в данном подходе заключается в том, что если мы, скажем так, совершенно чуть-чуть подкорректируем эту программу, то есть мы знаем, что она работает для нуля, но вот мы хотим, чтобы остановка происходила не на единице, а на нуле. И, собственно говоря, мы поправляем. Я думаю, что многие уже интуитивно понимают, в чем здесь проблема, то есть сработала интуиция, те, кто хоть чуть-чуть представляет, как работает язык оси, понимают, что вот у нас возникает ситуация, бесконечный цикл, при этом на экран выводятся отрицательные значения почему-то, выход из цикла не происходит, хотя у нас есть явная проверка, что цикл должен прерываться, как только у нас i становится отрицательным. Понятно, что здесь, столкнувшись с такой ситуацией, разработчик, который с ней столкнулся, увеличивает свое вот это опытным путем полученные знания, он начинает разбираться, что при использовании типов без знака, если мы от нуля отнимем единицу, мы получим не минус единицу, а максимальное значение диапазона. Соответственно, он убирает вот этот бестиповый, убирает, соответственно, тип, да, то есть корректирует тип, соответственно, заново компилирует программу, запускает, и все начинает работать. Вот это классический подход через интуицию, то есть мы что-то получили неработающее, внесли в свои знания, в свой опыт какие-то исправления, и в следующий раз просто не используем такой подход. То есть в данном случае императивно мы будем говорить, что использовать беззнаковые типы нужно только в тех случаях, когда это жестко необходимо, и будем просто тупо не рекомендовать использовать беззнаковые типы заранее, то есть преждевременную оптимизацию. Но на самом деле было бы неплохо научиться находить такие места заранее, то есть до того, как их найдет пользователь. Хорошо, что вот здесь мы запустили программу и нашли эту проблему. Как это сделать? Как вот в себе выработать вот это представление о программе, формальное представление таким образом, чтобы чаще находить такие места. Ну, первое, конечно, и самое распространенное, это тестирование. Значит, все, кто так или иначе сталкиваются с проблемой поиска багов в программе, говорят о том, что нужно внедрять тестирование. Ну, проблема с тестированием в том, что оно только может показать наличие дефекта, но не может показать, что в программе нет дефектов. То есть вам нужно написать тест, который будет проверять именно то, что надо. И, как правило, вот в таких простых примерах, конечно, очень просто найти, что нужно проверить, да, что какие места нужно контролировать, чтобы получить более надежное представление и более надежное поведение программы. Но для того, чтобы в общем случае найти такие места, иногда необходимо провести какие-то достаточно сложные исследования. Есть, кстати, и специальные языки, которые позволяют делать верификацию. То есть вот этот подход, основанный на верификации кода, и каждую строчку кода мы верифицируем, он, конечно, работает. Но гораздо проще делать не верификацию кода, потому что, как я уже сказал, это очень-очень-очень сложно, очень глубокий сложный процесс. Гораздо лучше делать верификацию, которая называется верификация дизайна. Что это значит? Это значит, что мы пытаемся представить наш код частично, в виде математических моделей на этапе разработки и сделать выводы, которые нам позволят улучшить код, но не будут гарантировать, что он абсолютно корректный. Так вот, в данном случае самая простая математическая модель, которая здесь нам поможет, это преобразовать вот этот цикл, ту семантику, которая в него заложена, в виде некого неравенства, то есть, некого выражения, которое мы можем проанализировать. В нашем случае здесь происходит уменьшение цикла на единицу до тех пор, пока этот цикл больше равен нулю. Несложно решить это неравенство, сказав, что пока у нас i больше равно единице, соответственно, этот цикл будет работать замечательно. И опять же из этого выражения мы можем понять, что при i равном нулю, при i равном нулю, у нас происходит вычитание из нуля единицы, мы получаем минус единица, соответственно, вот это условие перестает нарушаться, и в математическом смысле именно вот здесь мы должны выйти из цикла. И вот здесь как раз кроется проблема нашего неполного математического формального представления. Да, мы руководствовались школьной математикой, но мы забыли про типы. И вот как раз даже просто немножко создав такую простую формальную вся в голове картинку, просто решив даже такое простое неравенство, мы уже можем создать тест, который будет как раз проверять вот эту границу. При i равном нулю нужно проверить, что i минус один будет выходить из цикла. То есть мы могли бы уже здесь создать тест. Просто немножко математически досмыслив. Конечно, на таком примитивном уровне практически все, опять же основываясь на интуиции, потому что школьная математика есть у всех, такую картинку сделают. Но если мы откажемся от тестов и более широко взглянем на проблему, то окажется, что на самом деле для более качественного анализа и более сложного кода в том числе лучше использовать анализ, который отталкивается от типов. И вообще типы — это один из мощнейших инструментов, позволяющий сделать вывод о корректности программы. Соответственно, отталкивание от типов нам нужно для того, чтобы лучше и глубже понять то, что происходит в программе. И вот если мы пока не рассматриваем тесты, а просто пытаемся скорректировать свое мышление в более формальную позицию, давайте посмотрим, что нам для этого нужно сделать. Ну, во-первых, когда у нас есть некое выражение в программе, мы должны вспомнить, что, как и в школе, да, когда мы читаем код, у нас есть несколько стадий понимания кода. То есть первая стадия — это графическая, когда мы просто графически воспринимаем код. Дальше это синтаксическая стадия, когда мы его осмысливаем и понимаем, что он значит. Дальше у нас идет интерпретация, мы, соответственно, каждую строчку кода понимаем. Дальше идет аналитика, и мы в рамках аналитического этапа складываем все вместе и получаем представление о том, как работает алгоритм. То есть сама по себе строчка программы не несет информацию о алгоритме, а нам нужно получить именно понимание алгоритма. Потому что проблема любого бага возникает всегда при совокупности наступления всех событий. То есть в данном случае это должен быть беззнаковый инт, нужно именно вот такое условие, и только комбинация этих условий дает нам ошибку. Именно большая часть багов, которые вам встречаются в жизни, является следствием комбинации нескольких условий, а не одного конкретного условия. Значит, поэтому нам нужно каким-то образом вот дойти до стадии аналитики в формальном смысле. То есть нам нужно как-то это все описать. Поэтому первое, что нужно научиться делать, это представлять типы в неком формальном представлении. То есть представление, которое мы можем условно записать на бумажке. И в случае с типами это замечательно работает, если мы тип представляем как некое множество. Понятно, что любой компьютер содержит некое ограничение разрядности. Соответственно, множество всех значений, которые может принимать тот или иной тип, оно конечно. И, соответственно, мы можем представить любой тип в виде конечного множества значений, которые он может принимать. И в данном случае нам будет удобнее всего записать это множество в виде диапазона. То есть первое, что у нас есть, это формализация в виде диапазона значений целочисленных от нуля включительно до максимального значения для инта, которое определено разрядностью, которое у нас используется. То есть в зависимости от того, какая разрядность у нас инта, вот это максимальное значение, оно будет разным. Но первая формализация — это то, что мы должны понять, что тип — это набор значений, некое множество значений в рамках теории множества, которые мы можем использовать для дальнейшего формального представления о программе. Следующий этап формального представления заключается в том, что нам нужно сделать предположение, то есть сделать некие утверждения относительно нашего кода и доказать, что эти утверждения верны. Значит, в данном случае что нас интересует? Нас интересует в данном случае то, первое, что имея вот эту запись, мы можем сказать, что дальше в программе значение переменной i всегда находится в этом диапазоне. Вот это и есть утверждение, и нам его нужно доказать. Более того, это можно назвать теоремой. То есть если мы посмотрим на определение теоремы в математике, то теорема — это утверждение, имеющее математический смысл, которое может быть доказано, истинно оно или ложно. И дальше второй шаг — это изложить наши желания в виде теорем, то есть выражений, утверждений, которые можно доказать, истинно оно или нет. Дальше мы можем использовать уже логику, либо классическую логику, либо какую-то другую логику, например, конструктивную, для того, чтобы доказать, что наши все выражения, которые мы сделали, находятся в неком отношении, и в сумме все истинно. Это уже формальный подход. Значит, для того, чтобы нам доказать, что значение i всегда принимает значение из этого диапазона, нам нужно построить некое логическое выражение, основанное на реальном использовании данной переменной в коде. То есть так как у нас есть конкретный код, где используется эта переменная, то мы можем найти все места, где она используется, и дальше сделать вывод о том, будет ли в конце программы i принадлежать вот этому нашему самому диапазону от 0 до max. Значит, мы будем сейчас использовать только информацию о типе, то есть мы будем брать первое выражение, i равно 10, и писать. У нас есть на входе i, который является int, в том, дальше мы присваиваем, так, это первое у нас условие, дальше мы присваиваем i равно 10, следовательно, на выходе у нас такой же int. Первое выражение, оно истинно, то есть мы знаем, что значение у нас 10, знаем, что a это тип int, следовательно, это истина. Ставим единичку. Значит, вот такая вот нотация, которую я использую, p в фигурных скобочках, дальше какое-то синтаксическое выражение, и в фигурных скобочках какое-то итоговое заключение, то есть это предусловие, постусловие и семантическая какая-то запись. Это уже из аксиматической семантики, то есть если мы предполагаем, точнее мы утверждаем, что изначально p и истина, то применение, мы можем доказать, что применение синтаксической конструкции сделает утверждение q тоже истиной. И в данном случае мы можем сказать, если у нас i было int, мы применили к нему оператор присвоения, который присвоил ему также int, то и результат стал int. Это стопроцентная истина. Отлично, теперь мы берем следующее утверждение. Мы знаем, что i у нас int, эта истина следует отсюда, потому что вот это у нас истина. Дальше мы применяем сравнение с нулем, да, соответственно, получаем на выходе тоже int. То есть мы говорим о том, что у нас i всегда лежит в этом диапазоне, а следовательно, это значит то же самое, что i является int. Значит, это тоже истина, просто потому что i не меняется при операции сравнения. Дальше мы берем опять, у нас i остается int, и мы берем i минус минус. И доказываем, что оно тоже является int. И вот здесь мы встречаем первую как раз коллизию, которую мы бы получили. Используем и формальное представление, а не интуитивное, что если i равно i минус 1, то нам нужно доказать, что для любых значений i у нас это выражение всегда будет принадлежать диапазону от нуля на вакс. Соответственно, мы решаем точно так же наше неравенство, которое было, и находим, что у нас есть значение 0, которое, которое очевидно является тем значением, которое при подставлении под i, да, 0 минус 1, даст минус 1, и следовательно, вот это выражение истина, а вот это выражение у нас получается ложным, если мы следуем математике. И вот здесь мы с вами по формальному признаку как раз и нашли то место, в котором наша теорема, что i всегда принимает значение из этого диапазона, нарушается в математическом смысле. Отлично. Но мы нашли место, где возникает математическая коллизия. Вот этот наш формальный подход позволил нам это место найти. То есть мы, размышляя таким образом, нашли это место. Теперь возникает вопрос, а в реальности есть ли это проблема? Мы, соответственно, можем легко установить, что на самом деле языки программирования представляют значение int в виде кольца, кольца вычетов по модулю n. Что это значит? Это значит, что у нас есть некий набор значений всех до максимального. И если мы от нуля отнимаем единицу, мы перескакиваем на предыдущее значение. Они находятся в кольце по модулю n, где n равно максимальное значение плюс 1. То есть максимальное значение int плюс 1. Я его буковкой m здесь просто обозначил. То есть таким образом, вот таким образом, у нас это кольцо, а не просто натуральные числа. И поэтому, когда у нас здесь возникает 0 минус 1, то вот здесь возникает как раз та проблема, что у нас такое выражение даст максимальное значение int. Соответственно, здесь у нас будет истина. Но мы уже скорректировали, скорректировали свое представление. Мы знаем теперь правильное поведение. Дальше мы проверяем вывод на экран. Понятно, что если i был int, и у нас есть print, то он остался int. Замечательно. Только что мы, если мы теперь все эти утверждения объединим в логическое i, то есть каждый из них истина, следовательно, общее утверждение, что i в рамках этой программы всегда остается int, истина. И мы доказали первое и важное утверждение, теорему, которое нам в этой программе является достаточным, чтобы выловить баг. И если мы достаточно автоматизируем именно вот такой формальный подход, то есть хотя бы аксиоматический, то есть когда мы формируем какое-то утверждение, дальше мы применяем к нему какое-то выражение и подтверждаем это каким-то другим утверждением истинным, тогда мы аксиоматически можем доказать, что наша программа в данном случае содержит баг. Почему? Значит, после того, как мы получили первое утверждение, что наше значение i всегда является int, то есть она не упадет, эта программа при попытке отнимания от нуля единицы, мы должны сделать еще одно утверждение. Мы должны утверждать, что i, при любом значении i существует хотя бы одно условие, одно значение, при котором вот это выражение будет ложью. Это еще одна теорема, которую нам нужно доказать. То есть i больше равно нуля. Существует такое значение i, при котором все это выражение будет ложным. Соответственно, мы делаем это тоже исходя из математической записи нашего условия. Мы получаем, что при i больше равном единице это однозначно будет истина, то есть это однозначно будет истина. Таким образом, в диапазоне от единицы до максимального значения это истина. Зная, что i у нас может быть в диапазоне от нуля до максимального значения, мы находим единственное значение, при котором это условие с точки зрения математики будет не истина, но мы знаем, что в компьютерах 0-1 будет иметь max, следовательно, max больше равно 0-1 это тоже истина. Таким образом, мы формально показали, что для любого значения int вот это выражение всегда будет истиной. И наша теорема, что существует хотя бы одно значение i, при котором это утверждение будет ложным, не истина. Соответственно, в формальном смысле мы доказали, что эта программа содержит дефект. То есть, дефект заключается в том, что не выполняется главное условие того, что у нас вот это конкретное условие должно принимать ложное значение для того, чтобы мы могли выйти из цикла. Теперь возникает вопрос, вот так все это делать постоянно самому, наверное, не очень удобно. И прелесть как раз в том, что компилятор, вот первую нашу теорему о том, что i всегда является значением в диапазоне от нуля до максимального значения, вот это первое утверждение компилятор взял на себя. И мы можем сейчас вспомнить про изоморфизм Кори Говарда, который говорит о том, что у нас есть некое соответствие между утверждениями относительно типов в программах и математической логикой, конструктивной математической логикой. Все дело в том, это позволяет нам сказать, что если мы правильно будем описывать типы и наш язык программирования будет поддерживать все необходимые механизмы для проверки этих типов по соответствию Кори Говарда, то мы можем автоматизировать проверку типов на их корректность, то есть доказывать теорему относительно корректности тех или иных значений. И весь, в данном случае, вся прелесть в том, что в полном мере, конечно, все механизмы не поддерживаются в языке C, но как раз один из основных, то, что язык, при использовании явном указании типа, он делает проверку за нас. То есть утверждение, что i всегда будет содержать значение от нуля до макс, гарантируется нам компилятором. Если компилятор находит место, где мы пытаемся i присвоить символ, соответственно, эта теорема является ложной, компилятор не выдает ошибку и говорит, что в этом вот месте у вас ошибка, потому что нарушается основная теорема относительно значений, которые может принимать i. Соответственно, если у нас программа скомпилировалась, можем здесь опять же вспомнить знаменитую фразу, если программа с типами по Кари Говарду скомпилировалась, следовательно, она корректна, если у нее есть ошибка, она не скомпилируется. Вот здесь как раз это и сработает. Если наш компилятор нашел нарушение вот этой теоремы, а теорема, по сути, вот эта запись это и есть теорема, да, безнаковое значение i, оно как раз и формулирует, что у нас все значения должны быть в диапазоне от 0 до max. Если мы это пытаемся заменить каким-то другим значением, компилятор это найдет. И вот эту часть типы берут на себя. Это одна из прелесть типов, и существуют целые языки, которые позволяют такие делать сложные типы, которые могут языком программирования проверяться и гарантировать, что в рамках программы эти типы соответствуют тем требованиям, которые мы предъявили. Так называемые зависимые типы очень сильно расширяют эти возможности. Таким образом, как только мы сделали в своем представлении формальную модель, поняли, что вот эту проверку делает за нас компилятор, нам остается проверить только вот это, соответственно, мы можем уже формально показать, где у нас ошибка. И при автоматизации этих процессов никто, конечно, на бумажке это не пишет. То есть, чем более сложные формальные выводы вы делаете о своей программе, чем чаще вы их делаете, тем лучше развивается ваше аналитическое мышление и так же, как с чтением. Сначала вы в школе читали по слогам, потом по мере развития вашего представления вы уже останавливаетесь, автоматизируете все составные части и останавливаетесь только на аналитической стадии, когда понимаете смысл прочитанного предложения, даже читая уже слова целиком. Здесь то же самое. То есть, как только вы начинаете формально моделировать на математическом языке ваши программы, чем чаще вы это делаете, чем глубже вы это делаете, тем больше у вас возникает уже готовых моделей, которые вы используете только уже для аналитики. И, как я уже сказал, существует два основных подхода. Формальный, да, то есть, стараться формально развивать свое представление о программе, это сильно улучшает ваши шансы на написание корректного софта и проверка этого будет, сама модель будет гарантировать качество софта. Либо просто по интуиции с плюс тестирования пытаться закрыть все потенциальные места. Но прелесть в том, что формальная модель вам в том числе позволит написать и корректные тесты, да, то есть, когда вы начнете более формально подходить к этому вопросу, вы будете находить слабые места вашей программы, закрывать их тестами и, соответственно, закрывать вопрос о корректности. Еще раз скажу, то, что я рассказал, это не верификация, это просто некий шаг в направлении более формального представления вашей программы, который в будущем вам позволит более глубоко освоить и формальную верификацию, формальные методы лучше этого понять. То есть, вот это та вещь, которая, тот маленький щелчок, который должен произойти у каждого программиста в голове, когда он с интуицией, с представления какого-то внутреннего представления кода уходит на то, что он может описать его в виде математической модели. Надеюсь, вам было интересно, вы поняли, что баги на самом деле нужно и можно уменьшать программам обеспечения, к несчастью, полностью их исключить нельзя, но подход, основанный на именно более формальном представлении кода, он работает, и дальше, чем больше вы будете этим заниматься, у вас больше будет именно в голове готовых формальных моделей, которые достаточно автоматически, автоматизировано будут применяться к коду. На этом все, спасибо, что слушали, с вами был Сойер, до свидания.